Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы будем с вами говорить о сантехнике, а точнее о проблемах в их эксплуатации. Председатель заверил людей, что знает, как быстро и эффективно решить проблему ржавой воды. Железняков, перекрывай кран. Выполняю. Я вам покажу один лайфхак, да, точнее он есть у вас не один, но покажу пока один, который будет решать сразу массу ваших проблем. Для всех давно уже не секрет, что мы в своих ремонтах, а также продаем только качественную сантехнику. То есть в данном случае вы видите у нас итальянский смеситель от фирмы Pafone. И независимо от того, какой у вас будет смеситель, дорогой либо дешевый, за счет воды, проблемы у них у всех будут одинаковые. И сейчас я вам покажу одну из проблем, которую будет очень легко решить при минимальном вашем участии. Очень часто бывает так, если у вас не стоит станция смягчения воды, либо фильтра, например, обратного осмоса и так далее, особенно это в кухонных смесителях, да, бывает так, что вода перестает у нас идти, либо же идет очень маленькой тонкой струйкой. А вся проблема в том, что вот этот вот аэратор, да, вот который у нас вот здесь вот находится, вот такая вот маленькая штучка, она забивается у нас налетом, и вода перестает здесь идти. И сейчас я покажу, как это дело побороть. Итак, друзья, первое, что мы делаем, это у себя дома снимаем все приборы, такие как леечки, да, ручные, ручные маленькие дужки гигиенические, потому что вот эти все вещи, они забиваются. Да, в нашей линейке есть ручные лейки, которые с силиконными форсунками, которые легко будут у нас чиститься. Но также будет не лишним провести эти манипуляции и с ручной такой же лейкой. У гигиенического душа, особенно те, кто имеет металлические вот эти вот форсунки и дырочки, да, они тоже очень часто бывают у нас, забиваются. Вот поэтому эти вещи все снимаем, и также все ораторы, как я уже показывал ранее, снимаем со всех наших смесителей. Все это дело, когда сняли, помещаем в одну емкость, например, тарелку. В моем случае это будет кружка. Также туда же можно поместить все резиночки, уплотнители, которые у нас находятся на соединении оратора и смесителя, тоже будет не лишним их почистить. Самое важное в данном процессе – это высокая концентрация нашего раствора. Для этого я взял кружку, набрал половинку кружки воды и засыпал туда столовую ложку лимонной кислоты. Вот. Засыпал все это дело, тщательно перемешали, и погружаем все наши вещи, которые у нас образовался на лед, в эту жидкость. По прошествии буквально пары секунд вы увидите, как пойдет реакция, и раствор начнет работать, и тем самым вы будете видеть через стектанную стеночку, как в моем примере на кружке, что работа пошла. И что самое примечательное в данном способе, что вам больше абсолютно ничего не нужно делать. Вам просто нужно эти вещи оставить буквально на 20-30 минут, заниматься своими делами, и когда вы придете, практически все у вас будет готово. По прошествии времени вынимаем все наши вещи на какую-то досочку, для того, чтобы они просохли, визуально их осматриваем. Если есть какие-то сильные загрязнения, можно в этом месте немного потереть будет отряпочку, либо какую-то щетку, чтобы этот налет тщательно уже удалить. Итак, способ реально рабочий, минимум ваших усилий, и когда все будет готово, все станет как новенькое. Можете убедиться в этом на видео. Итак, после всех наших проделенных манипуляций, поток воды у нас восстановился, все смесители заработали, задышали полной грудью, так что напор у нас теперь хороший, и, как я уже говорил, минимум наших усилий. Как видим, лайфхак у нас рабочий, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк, делитесь в комментариях, знаете ли вы еще какие-то способы о том, как почистить любую сантехнику, мы будем только рады. А с вами был, как всегда, Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok